Сегодня нам известны тысячи звезд, расположенные в разных уголках Вселенной. Как правило, они представляют из себя стандартные светила, которые можно отнести к типичным представителям того или иного класса. Однако, нередко нам встречаются и по-настоящему удивительные объекты, свойства которых объяснить уже не так просто. И одним из них является умирающая звезда мира. Которая движется с огромной скоростью и имеет хвост, растянувшийся на несколько световых лет. Большинство звезд Млечного пути медленно вращаются вокруг центра галактики. Имеют стандартный вид и движутся приблизительно с той же скоростью, что и межзвездный газ. Например, наше Солнце проходит сквозь местное межзвездное облако со скоростью около 25 км в секунду. Однако мира заметно выбивается из общего ряда. Ведь это светило пробирается сквозь галактическое облако газа со скоростью в 130 км в секунду. В результате такого быстрого движения материя, которое она сбрасывает, попросту сдувается назад, образуя уникальную хвостовую формацию. И это образование делает миру одной из самых необычных звезд в созвездии Кита. Открытие ее хвоста было совершено в 2007 году с помощью орбитального телескопа Галикс. Тогда группе астрономов удалось получить ее фотографии в ультрафиолетовом спектре, на которых был отчетливо виден хвост мира из газа и пыли. Изначально данное образование удивило исследователей, так как эта звезда наблюдается уже более 400 лет, и ранее хвост ни разу не был заметен. И как выяснилось, причиной этому было то, что фотографии звезды в ультрафиолетовом спектре до этого не производились. Длина обнаруженного хвоста достигает 13 световых лет, что в три раза больше, чем расстояние от Солнца до ближайшей звезды – Проксима Центавра. А образовался он в результате уже упомянутого сброса звездой своего вещества. Каждые 10 лет мира теряет массу, приблизительно равную массе нашей Земли. А если учесть длину хвоста и скорость движения светила, то выяснится, что вещество в конце хвоста было сброшено около 30 тысяч лет назад. Полная же масса потерянного звездой вещества может равняться более чем 3000 массам Земли. Однако хвост – это не единственное, что отличает миру от большинства других звезд. И второй ее удивительной особенностью является необычное образование, которое также можно увидеть на снимках телескопа Галикс. Причиной его появления можно назвать скорость движения мира через галактическое облако. И вздутие, которое со временем появилось перед звездой, представляет из себя ту часть ее вещества, которая переживает лобовое столкновение с частицами межзвездного газа. В результате мира со временем стало похоже на лодку, которая рассекает окружающее пространство, как воду. Основную часть этой выбрасываемой материи составляют атомы водорода. Впоследствии они постепенно теряют приобретенную энергию, высвобождая ее в виде ультрафиолетовых лучей. Именно их и зафиксировал телескоп Галикс. Мира известна нам как двойная, пульсирующая и переменная звезда. Во время максимального свечения она становится самой яркой звездой в своем созвездии. Но и в минимуме свечения ее также можно увидеть в бинокль. А самым благоприятным временем для наблюдения Земли считается октябрь и ноябрь. Миллиарды лет назад этот объект представлял из себя желтый карлик. Однако сегодня мира готовится к завершению своего звездного пути, находясь на одной из последних стадий жизни светил. Ее система состоит из двух звездных компаньонов красного гиганта мира А и светила мира Б. Оба объекта расположены на расстоянии примерно в 417 световых лет от Земли и удалены друг от друга на 70 астрономических единиц. Первый компонент системы – это пульсирующая переменная звезда, средняя звездная величина которой равняется отметке 3,5. Однако в зависимости от фазы активности это значение может колебаться от 10 до 2. Для сравнения звездная величина Сириуса равняется минус 1,46. Масса первого компонента равняется приблизительно 1,2 от массы Солнца. Но радиус превышает Солнечный аж в 360 раз. Причиной такого внушительного размера и такой небольшой массы можно назвать тот факт, что мира А является красным гигантом, а значит, ее средняя плотность может быть в тысячи раз меньше плотности воды. Для сравнения среднее плотное Солнце чуть больше плотности воды. Кроме того, звезда, которая становится красным гигантом, существенно увеличивается в размерах. И обладая массой, сравнимой с нашим Солнцем, теоретически может вырасти в радиусе до размеров орбиты Земли. Температура на поверхности мира А доходит до 3000 кельвинов, а светимость превышает Солнечную примерно в 9000 раз. Предполагаемый возраст светила равняется 6 миллиардам лет. Этот гигант недостаточно массивен, чтобы закончить свою жизнь как сверхновая. Вместо этого он сбросит свою внешнюю оболочку и постепенно превратится в белого карлика. А расширяющаяся оболочка образует планетарную туманность, которая со временем исчезнет в окружающем пространстве. Второй компонент, мира Би, является белым карликом. Из-за того, что это небесное тело располагается вблизи красного гиганта мира А, оно притягивает сброшенное им вещество из верхних слоев. Таким образом, вокруг мира Би со временем образовался горячий аккреционный диск. А по причине неравномерного поступления этого вещества на поверхность звезды, она также является переменной, и её видимый блеск колеблется от 9,5 до 12. В результате оба компонента этой системы являются переменными звездами. Кроме них, к таким объектам также относят и другие светилы во Вселенной, яркость которых измеряется в результате происходящих в их районах физических процессов. Изучение таких небесных тел крайне важно для понимания природы звездной эволюции, так как переменные звезды нередко находятся на поворотных этапах своего развития. А наглядным подтверждением того, что подобные объекты зачастую скрывают в себе множество загадок, как раз и является звезда под названием мира. Необычные свойства мира позволили учёным отнести её к особому статусу, который назвали мериды. Небесные тела этой группы представляют из себя пульсирующие переменные звёзды поздних спектральных классов с изменениями блеска от 2,5 до 11 звёздных величин в видимом диапазоне. Мериды – это гиганты, которые в течение нескольких миллионов лет сбрасывают свою внешнюю оболочку и превращаются в белые карлики. Полагают, что масса мерид в большинстве случаев не превышает двух солнечных масс. Однако их светимость может быть в тысячи раз больше солнечной из-за расширенной внешней оболочки. Пульсация этих объектов, как правило, обусловлена периодическим сжатием и расширением данных звёзд. Это также вызывает изменение радиуса и температуры, что приводит к вариациям светимости. А если говорить о том, могут ли у подобных звёзд быть планеты, то пока неподтверждённая планетная система была найдена только у одной мериды – Р-Льва. Безусловно, большая часть информации о мире пока что сокрыта от нашей науки. Мы не знаем про то, могут ли вокруг неё находиться планеты или другие не менее интересные космические тела. Однако уже сегодня можно сказать, что эта звезда ещё даст о себе знать, и вполне вероятно, что это случится в ближайшее время. А если вы хотите узнать об этом одними из первых – оставайтесь с каналом Космо и подписывайтесь на наш Телеграм, в котором мы публикуем самые свежие новости из мира науки. Друзья, я очень надеюсь, что та информация об объектах, про которые мы вам рассказываем, является для вас интересной. А если вы хотите поддержать наш проект не только лайком и комментарием, то переходите на сервис Patreon – ссылку я оставлю в комментариях под видео. Ваша поддержка позволяет нам продолжать радовать вас новыми выпусками про удивительные космические объекты. И пока вы нас смотрите, наш канал продолжит расти. И… Услышимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова